Добрый вечер! Основные события дня экспертной оценки в ближайшем часе. Россияне выжидают, чем закончится борьба с коррупцией. Граждане предпочитают хранить сбережения в иностранной валюте. Где место для дискуссий? В Москве появятся гайдпарки. И под колпаком скайп прослушивают. Теперь по порядку. Компания по очищению власти не привела к резкому росту рейтингов ни президента Владимира Путина, ни премьер-министра Дмитрия Медведева. Это показали результаты опросов Всероссийского центра изучения общественного мнения и фонда общественное мнение. По словам социологов, граждане ждут, куда идет, долго ли будет продолжаться и чем закончится борьба с коррупцией. У меня есть вопрос к вам, к слушателям. Телефон в студии 6510996, код Москвы495. Как вы полагаете, можно ли победить коррупцию в России? Ну, а пока вы дозваниваетесь, я поговорю с одним из авторов исследования, Александром Аслоном, президентом фонда общественного мнения. Александр Анатольевич, добрый вечер. Добрый вечер. Скажите, как влияет кампания по борьбе с коррупцией на общественное мнение? Пока никак. То есть людям все равно? Нет, не все равно. Есть люди, которые уже поверили в то, что это борьба с коррупцией. Есть люди, которые не получили еще подтверждения этой гипотезы. Есть люди, которые понимают, что эта борьба всерьез и надолго. Есть люди, которые пока что не уверены в таком утверждении. И, наконец, есть люди, которые считают, что эта борьба уже приносит результаты. Есть такие, которые нет. И вот равнодействующее, среднее всех этих мнений приводит к тому, что пока что на показатели популярности, доверия и, так сказать, позитивного отношения или негативного основных наших институтов власти, президента, премьера, правительства и так далее, пока что это не влияет. Это, естественно, это долгий матч. Если сравнивать со спортом, началась борьба. Значит, мы находимся в начале первого тайма. Будет ли второй тайм, третий тайм и так далее? Вопрос открытый для наших граждан. Александр Анатольевич, а к другим институтам власти каков уровень доверия граждан? Это в вашем исследовании, по-моему, тоже фигурировало. Это в нашем исследовании, в последнем нашем исследовании такого, каких вопросов не было. Но, в принципе, это известно, что есть институт под названием президент, есть институт под названием премьер и институт под названием Единая Россия. Эти три института, фактически, колебания и отношения к ним происходят почти синхронно. При этом ровно в этом порядке. Президент, премьер партии Единая Россия. По-прежнему для населения это три компонента одной целостной конструкции власти. А что касается Думы, Совета Федерации и так далее, там тоже не слишком большие колебания. Но, естественно, что Дума гораздо ниже и Совет Федерации еще ниже по отношению. Но это связано не столько с отношением, сколько вообще с интересом к этим институтам. Ну, то есть, в общем, интерес есть и он стабильный. Да, значит, показатели, показывающие отношения населения к институтам власти, они колеблются в пределах небольших диапазонов, которые можно объяснить как борьбой с коррупцией, так и ухудшением погоды. Интересно. Александр Анатольевич, а как вы полагаете, почему все-таки люди занимают выжидательную позицию? С чем это связано? С какими настроениями? Наши люди, опытные люди, они много раз видели, как начинались разного рода кампании, те, кто постарше советских времен, те, кто, по-моему, младше 90-х годов, и, наконец, те, кто совсем молодые, начали присматриваться к разного рода затеям, инициативам, кампаниям и так далее, идущим сверху. В последние десятилетия. Но все понимают, что здесь много начинаний и мало окончаний. А все-таки, может быть, вы проводили исследования, может быть, знаете, какие ожидания у людей от этой кампании антикоррупционной? Ну, поскольку, по большому счету, все разговоры о коррупции не были чем-то серьезным, долговременным, основательным, фундаментальным и, главное, результативным, то скепсис по этому поводу очень высок. Поэтому на вопрос, вообще возможно ли победить коррупцию, большинство отвечает, что нет, невозможно. Но дело не в том, что невозможно, а в том, что трудно себе представить, потому что мы такого не видели. С другой стороны, то, что сейчас происходит, ну, редкостная вещь. Все-таки министр обороны, которые находятся под ударом в этой связи, это впервые на таком уровне. Кроме того, есть еще одно очень важное обстоятельство. Когда речь идет о коррупции, то не совсем ясно, то есть ясно, что борьба с чем-то плохим. Но с чем конкретно, трудно сказать. То есть на самом деле в Министерстве обороны про коррупцию речи ведь нету. На самом деле речь идет о том, насколько нерационально, мягко говоря, использовались бюджетные ресурсы. Почему-то они шли не туда и не так. Коррупция, на самом деле, это когда за деньги оказывают услуги, за взятки оказывают услуги. То есть при этом... Ну, то есть смешиваются понятия. Деловая коррупция. Все смешано. Но вообще, в принципе, коррупция, как клише, это как злая Баба-Яга. Значит, можно ли победить Бабу-Ягу? Нет, потому что не удавалось никогда. Получается ли это сегодня? Получается что-то, но непонятно, завтра это будет продолжаться или нет. Спасибо. С нами был Александр Аслон, президент фонда «Общественное мнение». Мы говорим о борьбе с коррупцией. К нам присоединяется политолог Павел Салин. Павел, здравствуйте. Добрый вечер. Вот только что Александр Аслон рассказал такую историю о том, что люди, ну, во-первых, путают коррупцию с воровством из казны, во-вторых, на вопрос, можно ли победить коррупцию, отвечают, в общем, все нет. И, в общем, насколько я знаю, никогда и не говорили никто о полном и тотальном искоренении коррупции. Это невозможно, она есть везде. Речь идет о снижении ее до так называемого приемлемого уровня. Прав ли я? Ну, да, в принципе, коррупция есть в любом государстве, где есть власть, и где у чиновника есть полномочия, так называемая, называемая вилка полномочий, когда он может принимать решения. Коррупция существует везде, и даже в северных странах Европы, которые считаются наименее коррумпированными, она существует. Вопрос уровня, когда, одно дело, когда коррупция является собой модель девиантного поведения, а другое дело, когда коррупция является собой фактически замену функционирования государственных институтов. Вот в России уровень коррупции приблизился ко второму случаю, и это очень тревожно, потому что, например, такая ситуация сложилась в Грузии накануне свержения Шеварназа, ну, задолго до свержения, но он сам говорил, что я не контролирую из-за коррупции ничего, кроме своего президентского дворца. В итоге, когда был запущен цветной сценарий, то просто силовые структуры не поддержали Шеварназа, потому что они ему не подчинялись, а подчинялись доллару. И такая же коррупция была в военных кругах, ну, немножко видоизмененная в Ираке тоже накануне свержения Саддама Хусейна, когда американцы попросту купили руководящий состав иракской армии, чтобы они не действовали в критический момент. Так что это угрожает уже национальной безопасности России. Павел, а какие издержки вот власть несет, начиная вот эту кампанию по борьбе с коррупцией, продолжая ее уже? Ну, вы знаете, основная издержка, вот соцопросы, насколько мне известно, закрытые замеры, это особо не публиковалось, они продемонстрировали, что когда вот эта вся ситуация вокруг Сердякова, вокруг Минобороны, оборонсервиса, она принесла противоположные результаты, то есть люди стали говорить, что именно после этого случая, когда широко были обнародованы факты злоупотреблений, люди стали говорить, оказывается, у нас все воруют, то есть люди, которые не посвящены в, скажем так, детали функционирования государственного механизма, то есть по легитимности власти был нанесен серьезный удар, но остановить эту кампанию она уже не может, потому что с помощью публичной борьбы с коррупцией, а на самом деле борьбы с коррупционерами, таким образом сводят между собой счеты кланы. А выгоды, какие власть получают от этой кампании? Вы знаете, боюсь, что никаких, потому что если брать кампанию, то это реально не борьба с коррупцией, а борьба с коррупционерами, когда сама система окоррумпирована, не меняется, просто одних людей, исключая звеньев, вышибают, заменяют на других, а система остается прежней. Спасибо. С нами был политолог Павел Салин. Мы говорим о коррупции. Компания по очищению власти не привела к резкому росту рейтингов ни президента, ни премьер-министра. Это показали результаты опросов Всероссийского Центра изучения общественного мнения и Фонда общественное мнение. По словам социологов, граждане ждут, куда идет, долго ли будет продолжаться, и чем закончится борьба с коррупцией. К нам поступают звонки, но, к сожалению, из-за ограниченности по времени не успеваем со всеми поговорить. Через полторы минуты мы будем говорить о том, где и как россияне хранят деньги. Оставайтесь с нами. На фоне высокой инфляции и ожиданий второй волны кризиса интерес россиян к иностранной валюте и прежде всего к доллару разгорается с новой силой. По данным Центробанка, в 2012 году физические лица скупили валюты на 62 миллиарда долларов. За два последних года рост показателя составил почти 60%. При этом 2012 год отчасти приблизился к кризисному 2008, когда объемы покупки иностранной валюты физлицами побили все рекорды. Многие эксперты подтверждают, население не доверяет рублю как средству накопления. И это неудивительно, ведь и сам Минфин стремится как можно быстрее избавиться от национальной валюты в резервах страны. Почему россияне хранят деньги в иностранной валюте? Этот вопрос я адресую Михаилу Крылову, ведущему аналитику компании Альпари. Михаил, добрый вечер. Добрый вечер. Михаил, дело в том, что россияне хранят деньги в той валюте, которая растет больше всего. В прошлом году очень сильно рос доллар и представлялся наиболее выгодным активным убежищем. Соответственно, именно в нем размещали деньги россияне. Если по рублю будут депозиты с приличными процентами, то будут хранить деньги в нем. Но проценты по рублевым депозитам никогда не будут соответствовать фактической инфляции по наиболее важным товарам, потому что иначе это будет означать угрозу кризиса в экономике. Потому что слишком высокие проценты по депозитам означают высокий риск кредитного кризиса. Ну и высокие проценты по депозиту невозможны в силу ограничений с них в налоги придется платить еще. Конечно. И кроме того, если мы посмотрим на информационный фон, очень часто говорят о сокращении резервов ЦБ. Вот, например, недавно, это уже 2013 год, резервы ЦБ снизились с 538 миллиардов долларов до 526 миллиардов. Причем только за февраль снижение составило 6 миллиардов долларов. Соответственно, население воспринимает такие новости, как повод покупать иностранную валюту. Между тем, если посмотреть на вопрос шире, то российская валюта и ее соотношение с иностранной сильнее всего зависит от налогов. Соответственно, ближайшие даты налоговых выплат должны так или иначе оказать повышательное давление на рубль. Это означает снижение доллара. То есть 20 марта, когда выплатят треть НДС за четвертый квартал, 25 марта, когда выплатят НДПИ за февраль и 28 марта, когда выплатят налог на прибыль, аванс за первый квартал, они укрепят рубль и соответственно, некоторые, кто купил доллар, разочаруются. Кроме того, бюджет в этом году посчитан из курса 32, а не 29, и это дало существенный плюс российской валюте в виде устойчивости. Ее зависимость от изменения дефицита бюджета фактического по сравнению с прогнозом резко стабилизировалась в районе 30-34 долларов. Михаил, тем не менее, и евро, и доллар, как мы все прекрасно видели, также подвержены колебаниями, причем очень серьезными. Непонятно, что произойдет в зоне евро, все боятся, Кипр выпадет, например, евро посыпется. И как и рубль, и тот же евро, и тот же доллар, да и другие валюты, все валюты, подвержены инфляции, пусть в меньшей степени. И все-таки, какие могут быть другие инструменты, куда можно вложить деньги, рубли, чтобы надежно, с хорошей прибыльностью Алло. Да, одной из наиболее важных, одной из наиболее важных новостей в последнем, уже в минувшем году, было улучшение ситуации на фондовом рынке, в том числе на рынке Юго-Восточной Азии. Например, очень сильно выросли тайские акции. Купить их в России очень сложно, но, допустим, можно купить в Таиланде. Если смотреть на вещи более широко, то, конечно, очень сильно укрепился фунт, но он является достаточно непостоянной валютой. Если смотреть на инструменты фондового рынка, то здесь очень мало привлекательных объектов для инвестиций. Например, акции сургутности газа хорошо подходят для инвестиций. Есть смысл покупать акции Аэрофлота, есть смысл покупать акции телекомов, МТС и Мегафона, потому что у них очень высока корреляция с американским фондовым рынком, где лидируют сейчас телекомы и коммунальные услуги и телекоммуникационные компании. Михаил, извините, насколько я понимаю, юань буквально через какое-то время начнет торговаться в Москве. Да. Есть смысл покупать? Юань уже сейчас можно купить и в отдаленном будущем его есть смысл покупать, потому что Китай планирует перейти к большинкому курсу юаня. Многие валютные стратеги сейчас считают возможным рост юаня на 6% в этом году. Я считаю, что в этом году рост на 6% не произойдет. Намного более выгодно играть на колебаниях курса доллара в диапазоне в отношении к рублю. То есть, когда он поднимается, допустим, до 32-33, продаем доллары, когда он опускается до 30-29, то покупаем. Соответственно, в этом году это более вероятно будет 30-34. Если брать юань, то юань тоже можно купить как диверсификацию вложений по сравнению с евро, долларом и рублем. Спасибо. С нами был Михаил Крылов, ведущий аналитик компании Альпаре. Мы продолжаем разговор о том, как и в каких валютах россияне хранят свои сбережения. К нам присоединяется Александр Кырьевский, экономический обозреватель. Александр, здравствуйте. Здравствуйте. Вот 62 миллиарда долларов купили россияне в прошлом году. Я понимаю, что, в общем, для удобства просто все пересчитано в доллары. Тем не менее... Безусловно, да. Да. Почти, почти одну секунду 40 миллиардов долларов было именно долларов куплено. Что такая любовь к доллару? Ну, любовь к доллару у нас не вчера проснулась, и она была всегда все эти последние 20 лет. Какое-то время, конечно, спрос падал, когда заметный был тренд по укреплению рубля. Если помните, тогда кризис так очень активно до 23, когда рубль снижался, и очень многие уходили уже в рубли. Потом в 2008 году ситуация изменилась, как известно. Поэтому, в принципе, сейчас, я бы не назвал это всплеском какого-то особого большой любви и большим всплеском. Просто россияне сейчас на фоне того, что достаточно долго уже стагнируют наш фондовый рынок, достаточно долго рубль стоит в одном диапазоне, есть лишние деньги, и хотят зафиксировать свои сбережения в валюте. Надо заметить, что, конечно, есть некоторые опасения по поводу того, что, видимо, в участии людей, которые покупают доллары, то, что ситуация в нашей экономике немножко ухудшилась, это уже для всех очевидно. Другое дело, насколько надолго это продлится, это другой разговор. Да и ситуация в Европе, которая в последнее время была не очень хорошей, тоже не способствовала покупке евро. Поэтому есть часть устойчивого спроса на валюту, не в данном случае, а просто этот спрос, вернее, он пошел в доллары, а не в евро. Поэтому я не очень согласен, что есть какой-то большой всплеск. Другое дело, что есть некое опасение того, что ситуация в мире и дальше будет стагнировать, и люди просто не знают, куда девать деньги. Вот, кстати, насколько велики и оправданы ожидания второй волны кризиса? Нам с этой волной пугают уже который год. Ну, знаете, я не знаю, насколько оправданы вообще такие ожидания. Я считаю, что кризис вообще и не заканчивался. Во-первых, что считать кризисом? Если брать острую фазу, то острая фаза закончилась где-то в середине девятого года. Если брать ситуацию в целом в мировой экономике, то ситуация там очень сложная, мир меняется, экономическая парадигма вообще может измениться, особенно в развитых странах, а, соответственно, везде. И мир на пороге глобальных изменений. Это абсолютно очевидный факт. Другое дело, как эти изменения будут реализовываться и в какую сторону все пойдет, имеется в виду, как будут решать вопросы насущные свои вопросы западные страны, потому что они серьезно имеют проблемы как структурные, так и конъюнктурные, и им нужно что-то делать. То есть, их благополучие сейчас подвержено серьезному риску. Они проигрывают... С одной стороны. А с другой стороны, покупая доллары, мы кредитуем американскую экономику. Ну, это безусловно. Пока другая система и не существует, она как была создана многие десятилетия назад, только видоизменялась чуть-чуть, и эта схема еще будет работать. Пока другой валюты, главной валюты нет. Я не считаю, что, конечно, доллар теряет частично позиции, он и должен их терять, потому что центры, экономические центры другие усиливают. Тот же Юань, о котором вы только что говорили, имеется в виду Китай, поэтому, естественно, часть влияния доллара уменьшается, но говорить о том, что доллар, сейчас теперь прекратил свою главную роль в мировых финансах еще очень-очень преждевременно, и если посмотреть, то, что сейчас затевают американцы, все это может очень резко измениться в пользу Америки. Это с их долгом? Это с внешним долгом. С секвестром. С секвестром. Это с фактически подготовкой базы для промышленного рывка, я бы так это назвал, если вы увидите эту историю со сланцовым газом, с обеспечением себя энергоносителями. Американцы явно хотят, хотят сучить часть производства, с оптилогичного производства, снова вернуть себе. Конечно, они не будут возвращать в Америку производство игрушек, это смешно, это понятно, но речь идет о нефтехимии, о высоком переделе, о том, что связано с энергетикой. Американцы уже сейчас, вы видите, торговый баланс десятит как резко сократился, в том числе из-за того, что американцы стали гораздо меньше покупать энергоносителей. Этот тренд продолжится. Вы знаете, что Америка может стать экспортером даже энергоресурсов. Это еще, конечно, вопрос, не так быстро и нелегко, даже сами американцы говорят где-то о 30-м годе. Но факт остается фактом. Явно на Западе все больше и больше есть мнение о том, что нужно все-таки текущую ситуацию менять в пользу того, чтобы возвращать какую-то часть производственной базы к себе. В Европе конституции получше к производству, но, опять же, не везде. Взять Германию, там нормально, а в других странах есть большие проблемы. Поэтому это такая сложная большая тема. Мы немножко отвлеклись, я так понимаю. Спасибо. С вами был Александр Кореевский. Получилось так, что мы говорили не только о том, где и как россияне хранят деньги, но и, в общем, при помощи эксперта поняли, почему так происходит. Надеюсь, что рубль все равно устоит. Через полторы минуты мы продолжим говорить о гайдпарках в Москве. По меткому выражению бывшего спикера Государственной Думы Бориса Грызлова парламент не место для дискуссий. А где же такое место находится? Правительство Москвы выполнило директивы мэра Сергея Собянина. К первому мая этого года в Москве откроются два так называемых гайдпарка. Один из них в парке Мнигорького около тысячи квадратных метров и в парке Сокольники порядка 750 квадратных метров. Норма предельной заполняемости до двух и полутора тысяч человек, соответственно. Срок начала работы площадок первое мая. Для чего эти площадки создаются? Для удобства митингующих или для удобства властей, которые смогут контролировать и отслеживать недовольных? Этот вопрос я задаю Евгении Третьяковой, оппозиционеру, гражданскому активисту. Евгения, здравствуйте. Добрый вечер. Как вы полагаете, для чего эти гайдпарки создаются? Вы знаете, честно говоря, я не очень понимаю, зачем они создаются. На мой взгляд, они создаются для того, чтобы создать некие гето для оппозиции и тем самым подтвердить, что ни 31-я статья Конституции, дающая право гражданам собираться, ни закон о митингах, подразумевающий уведомительный характер согласования мероприятий не действует у нас. На мой взгляд, влач хочет дистанцироваться от оппозиции и показать, что никакого диалога конструктивного не будет. Евгений, но вот тут как раз речь идет о том, что в этих отведенных специальных местах для публичных мероприятий будет упрощена процедура организации митингов. При этой упрощенной процедуре не нужно ничего ни с кем согласовывать. Разве плохо? Дело все в том, что если вы посмотрите на историю протеста в последнее время, проходило крайне мало мероприятий, в которых принимало участие от полутора до двух тысяч человек, о которых вы сказали. Поэтому я не очень понимаю, для кого делаются эти площадки. Ну хорошо, если больше, то все равно надо согласовывать, все равно будет с мэрией разговор. Правильно? Да, правильно, конечно. Ну а если это маленькое локальное мероприятие, не все же ходят на гигантские митинги, то по-моему это неплохо, ведь много людей очень во время акции оппозиции, больших шествий и митингов жалуются, ну во-первых, местные жители, потому что, ну в частности, ничем не оборудованы площадки, и все, простите, бегают по дворам и паркам. Плюс проблемы для автомобилистов, о них тоже не стоит забывать, правда ведь? Безусловно, никто ни о ком не забывает, я не знаю, откуда информация о том, что кто-то бегает по дворам и паркам, во-первых, потому что, если вы были хоть на одном крупном или мелком мероприятии, вы, наверное, видели прекрасно, что организаторы всегда ставят кабинки для того, чтобы по паркам и дворам никто не бегал, поэтому данный комментарий, наверное, он немножко не уместен. Что касается автомобилистов, то я напомню вам о том, что не только оппозиция проводит крупные мероприятия, а провластные организации тоже их проводят и получают маршруты совершенно другие и никого не смущают ни автомобилисты, ни местные жители. Ну хорошо, если небольшая акция, для которой не нужно ничего особенного выдумывать, да, ну пришли люди, высказали свое мнение, пошли дальше, или это неинтересно? Вы знаете, дело все в том, что, может быть, это прозвучит странно для вас, но по нашему закону, который у нас действует, который никто не отменял, если что-то случилось, то люди и так имеют право выйти и заявить о том, что это не устраивает. Они могут выйти на пикеты, которые тоже хотят запрещать, они могут выйти на массовые пикеты, которые достаточно просто согласовываются в дефектуре, вот, и они могут подать какие-то обращения, заявления, поэтому мне искренне непонятно желание властей догнать оппозицию в парк Борького и в парк Сокольщики, где, как вы знаете, не проводилось ни одного мероприятия оппозиции за последнее время. Не проводилось, потому что оппозиция не предлагала этих мест. Вероятно, эти места неинтересны оппозиции, раз она их не предлагала. Я понимаю, тут как раз вот тоже интересный момент получается, когда акция не согласована и полиция разгоняет, да, ну, на Триумфальной площади, например, вот это всем интересно, а если этот митинг разрешают проводить где-нибудь на ошибе в Битцевском парке, это оппозиции неинтересно. А почему, объясните мне, пожалуйста, тогда одну простую вещь, почему у нас одни организации могут ходить по Тверской улице и приходить на Манежную площадь и проводить мероприятия на Манежной площади, а другие говорят, идите, пожалуйста, встокольники, вам это интересно, ах, вы не хотите, значит, вы ничего не хотите. Вы знаете, любой человек, любая организация, любая общественность хочет, чтобы они услышали и ее услышали, а для того, чтобы кто-то кого-то услышал, к сожалению или к счастью, необходимо проводить что-то в центре Москвы. Я не говорю сейчас акты 31 числа, акты много проходило и помимо 31 числа, и они по возможности всегда согласовывались, потому что оппозиция всегда шла на компромисс, желая обезопасить людей. Я не вижу проблемы в том, чтобы соблюдался просто закон, когда далась Конституция и соблюдалось то, что написано черным по белому. Я не понимаю, для чего изобретать какие-то площадки, изобретать что-то новое, когда в принципе все есть и просто это то, что должно работать. Спасибо, с нами была Евгения Третьякова, оппозиционер, гражданский активист. Мы говорим о гайд-парках в Москве. В этой связи было бы интересно услышать ваше мнение, уважаемые слушатели, о том, где лучше проводить различные акции. Соответственно, с 1 мая, как я уже говорил, в Сокольниках, в парке Горького, будут выделены две специальные площадки, на которых одна площадь почти гектар, другая чуть меньше. На этих площадках будет действовать особый специальный упрощенный режим, то есть фактически люди, желающие митинговать, высказывать свою гражданскую позицию, смогут организовать эту акцию в рабочем, что называется, режиме. Будут специально оборудованы туалеты, администрация парков будет нести ответственность за безопасность участников. этого митинга или этих акций. И, в общем, разные мнения существуют. Вот оппозиция, например, как мы услышали из уст Евгении Третьяковой, не понимает, зачем это делается и считает, что власти пытаются загнать оппозиционеров на какие-то площадки. К нам присоединяется Антон Коробков, землянский, журналист, член общественной палаты. Антон, здравствуйте. Добрый вечер. Скажите, на ваш взгляд, устройство вот таких гайдпарков шаг правильный? Ну, мне кажется, любая инициатива хорошая по созданию чего-либо. Плохо, когда ломают или запрещают что-то делать. Когда создают или разрешают, это всегда, конечно, хорошо. Ну вот, мы говорили с Евгением Третьяковой, что оппозиция недовольна, что одним разрешают проводить на Тверской, имеется в виду, провластным организациям и партиям митинги, а другим не разрешается. Как вот в этой ситуации быть? Ну, вопрос воплод митингов, он сложный, да, и есть немалая часть, я не буду говорить, что это там вся Москва, да, или как-то еще, но немалая часть граждан, которые, в общем, раздражаются любыми митингами, провластными, антивластными, какими угодно, потому что, как правило, если они проходят в центре, на центральных улицах, перегораживают дорожное движение, да, это мешает забираться там домой, на работу, в школу, куда угодно. Что касается, в принципе, как бы, той активности, с свидетелями, которые мы были там в последний год, полтора, да, наверное, тенденция такая есть, что кому-то, может быть, чаще разрешают, кому-то чаще запрещают, но тут вопрос в том, для чего вообще нужны митинги, чтобы показать, что, вот, например, у меня офис на Лубянке, и ежедневно, я, когда еду на работу, около администрации президента, там, около, там, министерств финансов, других федеральных органов власти, постоянно одиночные пикеты с плакатами, граждане выражают, там, недовольство и требования, то есть, в принципе, они, ну, до какой-то аудитории доносят, да, то, что они хотят показать, ну, в частности, кинометров, как я понимаю. Если мы говорим о том, чтобы добиться значительного резонанса, чтобы привлечь внимание общества, да, это действенный метод, потому что даже люди, которые недовольны, вот этим, перегораживанием дорог, они, конечно, ну, как минимум будут знать об этой акции, да, и тут даже если СМИ не будут обещать этот митинг, все равно, там, 10, 20, 100 тысяч москвичей, если мы говорим о Москве, узнают об этой акции. В этом плане, конечно, это действенный метод для того, чтобы заявить о каких-то своих интересах, о своих правах, может быть, если кто-то считает, что они нарушены, и, в принципе, ну, митинг – действенный метод. Таких специальных мест в принципе, инициатива хорошая, ну, тут надо понимать разницу, что если мы говорим, допустим, о гайд-парке, который есть в Лондоне, да, как бы, сколько пошло название, там несколько иначе, да, там, наоборот, традиция была, что люди собирались в каком-то месте, оно традиционно стало местом, где, ну, проводятся какие-то москвы, там, или не массовые акции, куда можно прийти, там. Да, и при этом там ведь тоже есть ограничения очень серьезные, насколько я помню, ну, в частности, там нельзя критиковать королеву. Ну, ограничения есть везде, у нас, мы демократию, скажем так, вкусили не так давно, да, и многие путают демократию и свободу с вседозволенностью. Демократия – это, вообще-то, власть ограничений, да, есть масса, там изречений, которые ее как-то вот оценят, но одно из там самых знаменитых, то, что при демократии мои свободы заканчиваются там, где начинается свобода другого человека, да, и, в общем, это как бы демократия – это вот ограничение друг друга, да, там, или самоограничение. Нам нужно научиться вот эту вот свободу не превращать во вседозволенность, да, и учитывать права и свободу других людей. В этом плане какие-то специальные места для митингов, из там каких-то пикетов и прочее, они будут удобны, но здесь важно, конечно, абсолютно, вот на что все упирают, да, важно, чтобы и какие-то провластные, там, там, про Кремлевские, или какие-то другие общественные организации, или политические партии, или движения, играли по тем же правилам. Если Москва, власть Москвы, мэрия предложила там одно, два, три каких-то или парка, или сквера для проведения митингов, ну, давайте тогда все митинги там проводить. Это будет удобно и горожанам в течение, там, года, двух, пяти, десяти, может быть, лет, выработать привычку. Вы знаете, вот, да, вы знаете, вот вы говорили недовольные местные жители, я, правда, говорил, там, водители, да, которые не могут попасть на работу, а здесь наверняка будут недовольные отдыхающие в парках. То есть, всем это нельзя угодить. Само собой, всем никогда нельзя угодить, что это место будет выделено официальной властью, да, но я не думаю, что там будет каждый день проводиться, да, и, ну, это уже тогда забота власти Москвы, в мэрии эти места, ну, настолько грамотно, чтобы не там нарушать покои, потому что, если это какие-то, там, ну, жилой массив, условно, рядом находится, то, конечно, без детьми могут приходить и все прочее, да, там, шумнар, никому не нужны под окнами. Я думаю, что власти Москвы должны разумно к этому подойти и выделить места не на окраине, конечно, да, где-то в лесу, там, в Хинкинском, условно, да, или в Бутово. Нет, это парк Горькова и парк Сокольники. Ну, парк Горькова, он большой, там, значительная территория, вполне удобно. Сокольники тоже, парк не маленький, я живу недалеко, и там можно гулять часами, в общем, да, там, периметр довольно большой. Я думаю, что там места может хватить тем, кто хочет отдохнуть, и тем, кто хочет заявить о своих правах. Спасибо, с нами был Антон Коробков-Землянский, журналист, член общественной палаты. Мы говорим о создании в Москве гайд-парков. С 1 мая этого года они заработают в парке Горького и в парке Сокольники. Там можно будет свободно собираться и высказывать свое мнение. Полиция и Федеральная служба безопасности могут без решения суда получать доступ к голосовым переговорам пользователей интернет-сервиса Skype. Об этом заявили руководители компании группы И.Б. И.С. Ачков и исполнительный директор компании Peak Systems Максим М. По словам экспертов, такие возможности у российских спецслужб появились еще в 2011 году, когда разработчик Skype был продан. Так называемые ключи шифрования переговоров и переписки по умолчанию генерируются на компьютере пользователя. На серверы Skype они попадают уже зашифрованными. Однако у Microsoft есть возможность перепоручить шифрование данных сервером Skype. Таким образом, спецслужбы могут дешифровать переговоры по официальному запросу, получив доступ к серверам Microsoft. Существуют ли каналы связи, полностью защищенные от прослушки? Этот вопрос я задаю Антону Меркурову, интернет-эксперту. Антон, здравствуйте. Добрый вечер. Так существуют ли такие каналы? Конечно, существуют. Есть разные способы шифрованной связи. Собственно, типичная IP-телефония, которая работает в компаниях для бизнеса, есть масса персональных сервисов, позволяет включить шифрование, что делает невозможной прослушку разговора, идущего таким образом. Ну, вообще, вот вопрос... Ну, как бы... Да. Да, я прошу прощения. Ну, как бы, это... В случае скайпа понятно, что интерес спецслужб с ростом популярности сервиса стал расти. Понятно, и поэтому спецслужбы ими заинтересовались. Вообще... Да, конечно... Ну, строго говоря, вот защита данных сейчас очень острая проблема ведь, согласитесь со мной. Вот даже говорят о том, что возможно в обозримой перспективе кибервойны начнутся. Как вы полагаете, начнутся? Собственно, кибервойны начнутся, начались, и последний год слово кибер уже стало таким популярным и не слезает в заголовках газет. Безусловно, в случае доступа к нашей частной информации это спалка о двух концах. С одной стороны, мы прекрасно понимаем, что ловить надо... Тероистов надо ловить, преступников надо конечно ловить, а чтобы их ловить, надо иметь доступ в разные места, в том числе, например, в скайп или еще куда-то. Естественно, спецслужбы этим пользуются. С другой стороны, учитывая, что мы не доверяем российским спецслужбам, как в других странах, может быть лучше, поэтому, естественно, беспокойство людей, что будут вмешиваться в частную жизнь, оно есть, и оно достаточно обоснованно. Слушайте, но в Штатах можно, конечно, доверять или не доверять спецслужбам, но после вот этого акта, принятого после 2011 сентября, по-моему, там контролируется вообще все. нация была напугана и приняли по той такс, которая, да, позволяет смешиваться без решения суда, это в рамках контр-карологической борьбы, да, у многих, опять же, вызывает недовольство, но в целом, если я правильно понимаю, страна это поняла нормально. Тут в случае, если обсуждать это скайп, в данном случае Майкер Тунов заинтересован в работе на территории России комфортной, естественно, не то, что там сотрудничать должен с спецслужбами либо с органами, но как-то дружить, потому что если не дружить, то работать в России будет не ловно. Ну, хорошо, операторы мобильной связи только же по закону обязаны предоставлять сотрудникам спецслужб переговоры, если я не ошибаюсь. Да, ну, во-первых, операторы мобильной связи имеют лицензию на предоставление рекомендационных услуг, выданную в России, они работают на территории России и полностью подчиняются российскому законодательству. Когда мы говорим о сервисах типа скайп, в том числе и скайп, не очень понятно, в какой юридиции работает сервис и как его законодательно регулировать, потому что смотрите, физически скайп это, изменившись финанский сервис, сервера могут стоять где угодно, общаться могут с субъектами, абсолютно разных стран и в данном случае каждая страна предъявляет свои требования и претензии к работе этого сервиса. То есть в случае операторов это понятно, они получали какую-то лицензию, они налоги платили или еще что-то, а скайп фактически присутствует только как платежное лицо терминал пополнить, но как предоставление телематических услуг на субъектах сайта в России не существует. Но это ровно то же самое, что пытаться каким-то образом ограничить или контролировать интернет в целом. В целом, ну смотрите, есть некие задачи, скайп достаточно популярная штука и все мы им пользуемся, не только мы хорошие, но и кто-то и плохие, и понятное дело как-то надо с этим сражаться. То есть другой вопрос, что в общем и целом те, кто заботятся о приватности в свои телефонные связи, уже нашли какие-то альтернативные способы, чтобы избежать там промышленного шпионажа или того, что там как вот любят наши службы сливать разные телефонные переговоры в разные издания. То есть понятно, что лучше себя как-то оградить и защитить и не надеяться на то, что это будет безопасно. Там пользуются системы. Хорошо, спасибо. С нами был Антон Меркуров, интернет-эксперт, а к нам присоединяется Мануэль Марсиалис Авенда, Нью-Йорк, водитель мобильных проектов LiveJournal. Мануэль, здравствуйте. Добрый вечер. Добрый. Вот мы говорим о безопасности информации, вернее, ее защите, доступу к ним, кого бы то ни было, неважно, спецслужб, хакеров. Вот, кстати, хакеры, для чего они ломают защиту? Ради удовольствия, ради славы, ради денег? Ну, это сложный, на самом деле, процесс. То есть, во-первых, это, конечно, может быть для удовольствия, особенно для детей, студентов и так далее. Но очень часто это идет по заказу, в том числе и по государственному, корпоративному, разному, разному, разному. Ну, вот мы говорили как раз о кибервойнах. Вот можно ли вообще как-то, если пофантазировать, конечно, представить масштаб последствий кибервойны? По-моему, недавно был случай, когда разговор был о Израиле и Абране. Разговор был о ядерном реакторе, когда появился некий вирус, заблокировал, там все, все сломалось. Вот, собственно, вот это яркий пример того, что может произойти. Везде у нас компьютеры, интернет. Но американцы постоянно обвиняют китайцев в попытках взлома различных серверов, в том числе правительственных и военных. Я думаю, это взаимно. Насколько я знаю, китайцы уже там говорят. Да, это я тоже понимаю, что, в общем, будут все валить друг на друга, а главное, что следов не найдешь. Или все-таки они оставляют следы? На самом деле, официально никогда ничего не было доказано. Я официально все говорю, что мы не при делах. Понятно. Ну, тогда вернемся на грешную землю от глобальных вопросов. Вот, кстати, если есть желание у слушателей, они тоже могут присоединиться к нам по телефону 6510996 и рассказать о случаях, если их взламывали. Мой вот аккаунт однажды взломали, а пришлось его бросить и заводить новый. Как вы полагаете, как лучше всего защититься вот от такого бытового, что ли, если хотите взлома? Ну, в первую очередь, это не тривиальный пароль. То есть, самый популярный пароль в интернете это или слово пароль, или первый пакет был Куэрте на клавиатуре. Во-вторых, наверняка вас взламывали не напрямую через аккаунт, а через почту. Соответственно, нужно обязательно свою почту обязательно. Тот же Gmail предоставляет очень много несчастных вещей, то есть, допустим, подписаться по телефону, контрольный вопрос и так далее, и так далее. То есть, чем больше использовать функционалы, которые предоставляют интернет-сервисы, тем лучше. Ну, конечно, не записывать на бумажки ни в коем случае. Ну, вообще, если захотят взломать, то, конечно же, взломают. Вопрос времени, правильно? Естественно, это вопрос времени, потому что любой пароль, если есть время, можно подобрать. А я слышал, что даже с программой есть такие специальные, которые генерируют пароли? Да, они просто перебором собирают, находят. Хорошо, если так все страшно, и, в общем, все данные при желании можно получить в интернете, как быть тогда с затеей введения электронных паспортов? Ну, начнем с того, кого взламывает. Если это рядовой человек, максимум, что это может быть чревато, ну, окей, удалится страничка в ВКонтакте, в Фейсбуке, в Одноклассниках, где угодно. Если разговор идет о чем-то большем, там уровни защиты намного больше. Соответственно, это должен быть масштаб не уровня человека, хакера, который сидит дома за компьютером. Это огромная-огромная машина, которая должна на этом работать. И ресурсы вплоть до того, что у нескольких стран для этого есть. Ну, то есть, есть уверенность некоторая, что если электронные паспорта через несколько лет будут введены, это будет достаточно безопасная история. Будем надеяться, что подошли к этому с умом и все основания для этого есть. Ну, потому что, если взломать этот электронный паспорт человека, там можно поменять все, включая пол, рост, вес. Можно сделать, что человека нет, да, да, конечно же. Ну, будем очень надеяться, что все-таки... Мануэль, скажите, вот, как вы полагаете, лучший способ защиты своих данных, это просто их не передавать никуда, наверное? Все, что оказывается в интернете, в какой-то момент может оказаться публичным. Лучше, конечно, все свое личное держать при себе. Это и касается фотографий, и текстов, и мыслей, и чего угодно. Если это когда-то появилось, не знаете, когда-нибудь это станет публичным. То есть рано или поздно все равно взломают? Или найдут? Не обязательно взломают, можно ошибиться кнопкой и отправить никуда, куда надо было. Но есть вот целая категория людей, которые принципиально ничего не делают в интернете, кроме того, как информацию ищут. Наверное, они все-таки наиболее защищены и... И опять-таки тут тоже все непросто. Если мы используем веб-браузер, если мы заранее не выключили там некоторые функции, он все равно будет сообщать провайдеру, поисковому сервису, кому угодно о том, что я на текущий момент делаю. Соответственно, это используется и как для коммерции, то есть это и реклама таким образом мне подсказывается и так далее, и так далее, и так далее. Также это может быть использовано и не совсем в хороших целях. Спасибо. С нами был Мануэль Марселес Авенданьо, руководитель мобильных проектов LiveJournal. Мы говорили о способах и возможностях защиты информации в интернете. Благодарю вас за внимание, хороших вам выходных, погодка, правда, подкачала, но будем надеяться, что к концу выходных распогодится. Всего доброго. Редактор субтитров А.Семкин, Корректор А.Кулакова